Здравствуйте, друзья, дорогие зрители и слушатели! Мы сегодня продолжаем нашу интересную, надеюсь, интересную беседу о русской истории и переходим к очень важному, ключевому поворотному моменту русской истории, а вообще-то и мировой истории, конечно, а именно царство императора, сначала царя, потом императора Петра. Конец XVII, начало XVIII века. Добрый вечер, Сергей Михайлович! Добрый вечер, дорогой вечер! Здравствуйте! Сегодня у нас день интересный, как раз мы эту запись производим, день памяти святителя Митрофана Воронежского, который немалыми связями связан с нашими героями сегодняшним. Да, это так. Но вы, Сергей Михайлович, нам раскройте для начала его, как бы сказать, первые шаги его к труну, к владычеству России и тем подвигам, или, наоборот, неподвигам, которые он совершил впоследствии. Да, это, благодарю вас, отче, это действительно выдающаяся личность, которая, кстати, и далеко за пределами России вызывала огромный интерес, недоумение, восхищение у некоторых. Вот даже французский философ Вольтер, чтобы не приводить многих примеров, могу сказать, ну, не историк, он захотел, человек очень самоуверенный, человек очень такой, как бы, влиятельный, он захотел написать историю Петра Великого, потому что это для него был такой действительно пример, как человек мог сделать так много на своем посту монарха. И, как считал Вольтер, многое хорошо сделал. А вообще, появление такого государя в России, это действительно была большая неожиданность. Заметим, что государь был одним из младших детей царя Алексея Михайловича, и по всем расчетам он не мог бы стать правящим монархом, если бы не в силу обстоятельств не ушли в мир иной рано довольно, так сказать, его, ну, например, братья, которые могли бы править. И вот он, он был сыном государя от второго брака. Вот интересное обстоятельство. Поскольку более влиятельны были родственники старшей... Милославской. Да, первой жены государя Милославских, то вот Наталья Кюриловна Нарышкина и ее сына Петра, да, их поселили в Подмосковье, ну, недалеко от Москвы, в Преображенском, село такое, где была резиденция царя, и он волею судеб очень мало участвовал в приемах, пышных церемониях, у него было больше свободы. А мальчик был пытливый, такой любознательный, и рядом оказалась немецкая слобода. Он туда попал, и его многое там очаровало. А потом, когда он поехал уже в молодости, когда уже стал государем, поехал на север и увидел впервые море, это было, конечно, море северное, конечно, не то, которое... Белое вы имеете в виду? Нет, ну, я был на севере это было все. Он был и на Белом море, и потом в Архангельске. Так вот, это все его так очаровало. Он так заболел морем, что вот вся его дальнейшая деятельность была к чему направлена? Чтобы стать властелином морской стихии. Вот в этом особенность его царства. Это необычное для сухопутной России. Ну, вот, вероятно, его вот это вот личное такое, ну, можно сказать, психологическое настроение оказалось фактором геополитическим. Не то, что он сидел, уставив, понимаете, палец в лоб и думал, как какие тут стратегический план для России. Ему просто было интересно, он чувствовал притяжение морских, морских просторов. И вот сначала Черное море, потом Балтийское, вся Северная война. Потом снова Черное, потом Каспийское. Все моря. Он, кстати, приучал своих родственников, царедворцев, чтобы они тоже плавали, например, по Неве, обязательно, чтобы выходили в Финский залив. Многих это очень напрягало, очень крутило. А он настаивал, что надо мне обязательно привыкать. Россия морская страна вот так. Интересно, а то мы вперед, конечно, забегаем, что печальный эпизод его смерти тоже связан с морем. Только опосредованно. Ну, простуда. Это так официальная версия говорит. Ну, официальная версия. По болезни, медицина уже была достаточно развита в те годы. Ну, что ж, значит, стал он вторым царем, так называемым, в возрасте чуть не 10 лет. Да, это был кратковременный период, сравнительно, около 7 лет. И там была царевна Софья. Вот тут видно, что нужен был России энергичный правитель. И поскольку старшие дети царя Алексея Михайловича мужского рода, да, они были как-то слабоваты все физически, так случилось. То вот царевна Софья, она с мужским характером, очень, кстати, хорошо образованная, она попыталась сама править за спиной своих братьев, но там произошел переворот, в конце концов. Ее отстранили в 1689 году, когда Петру было 17 лет, он стал государем. Ну, не сразу он сделался таким, каким мы его знаем. Ну, да. Он еще держался некоторое время обычаев старины. Его уже по титулу именовали тишайшим, но потом все пошло совсем по-другому. И вот одно из проявлений того – его антиклирикализм. То есть, будучи человеком, безусловно, верующим Бога, он часто Бога упоминает, он также хорошо знал, как все русские цари, царевичи, царевны, царицы, он очень знал хорошо церковный устав, он мог петь на клиросе и прекрасно справлялся с этим, либо пел иногда, но он не любил церковность. Вот, например, его неприязнь к монашеству. Считал, что это вообще такая часть государства, которое пользы мало приносит. Он говорил про падение Константинополя, что вот греки-то ханжить начали. Не могли найти там каких-то больше 6-7 тысяч воинов. А сколько монахов-дармоедов было при этом? В чьих стенах нас натянули. Да, и рядом, да. В окрестностях. И монастырей же много было. Ему говорили, государь, монахи же молятся, они же Бога вымаливают победу. Так и все молятся отвечают. Ну, надо сказать, что русская история, скажем, троица Сергиева Лавры, монахи молиться молились, держали оборону против... Конечно, он же это тоже знал. Но вот здорово как? Воевали. Да. И брали в руки оружие, не смотрели на что. Так что тут палочка-то о двух концах. Мы прекрасно знаем, что конец XVII века на Руси был временем нравственного падения. И, к сожалению, духовенство и монахство было в очень непочетном авангарде этого процесса. Это факт, что XVII век был веком не святым для России. Там разные были монастыри, разные храмы, разные люди были. Были хорошие, усердные служители Бога. Но я вот в этой связи хочу о чем спросить. Дело в том, что царь Петр уже в молодости собрал так называемый всепьянейший собор. О, да-да. Да. Проводил вот эти вот самые шествия, пародировавшие, как сначала говорили, католические обычаи. Обычаи римокатолической церкви. Ну, потому что князь-папа там был у них и прочее. Да, ровно. Но это же явно било и по православной церкви. Вот вы, как думаете, что это за начинание было? Я это вижу достаточно просто. Это такой, как бы сказать, бурьян на теле абсолютизма. Если абсолютная монархия, понятие абсолютной монархии, которая родилась приблизительно в ту эпоху во всей Европе, во всей христианской Европе, дошла, безусловно, до России, и Петр ощущал себя нынешним или будущим абсолютным монархом, ну, то это совершенно было для него, так сказать, естественно. Вот. Почему бы и нет? Вот хочется так сделать, кто его может ограничить, его волю, его настроение, его там взгляды какие-то такие. Он их не соотносит ни с чем, как абсолютный монарх. Мы знаем его чуть более... Нет, его рано даже прежде всего, его старший современник, Луи XIV, он смело говорил, что, да, государство – это я, и никто... С тем же успехом он был. Но он не мог сказать, что церковь – это я, все-таки, поскольку это была ремокатолическая Франция. А Петр, строго говоря, чуть позже мы об этом поговорим, он, в общем-то, сказал, что церковь – это я. Упразднив, устранив патриарх и поставив Священный Синод на его место, возглавив его существом. И для него, вот ваш вопрос такой, вот если бы он был здесь, конечно, странно себе представить, его бы стали спрашивать, как же ваше величество такие безобразие бы пускали? Он бы сказал, что такого? А кто тут хозяин, в конце концов? Что вы меня допрашиваете? Я вот сам знаю, как надо. Кто вы такие, чтобы меня спрашивать? Это идея абсолютизма. Это воспринято было из Европы, безусловно, он узнавал и от претестантов, которые ему были гораздо ближе, много такого, да? Но я считаю, что тут есть еще кое-какие моменты. Он, как и его отец Алексей Михайлович, государь, да, всея Руси, вот он, царь Алексей, очень разочаровался в патриархе Никоне, очень разочаровался вообще в патриаршестве и в иерархах церкви. И он тоже, царь Петр, вспоминал это с неодобрением, и он хотел ослабить вот эту мощь церковной иерархии. Это явно видно. Но это вероятно было не из его каких-то атеистических духовных рассуждений, а просто как фактическая сторона жизни. Да, Алексей Михайлович вводил монастырские приказы, грубо говоря, конфисковал церковное имущество, так прямо выражаясь. То есть процесс стекуляризации начался не при Петре, а при его отце за 50 лет до Петра. Конечно, но в архиереях, ведь он к многим относился и неплохо, например, к святителю Митрофана, который некоторые начинания его поддерживал. Например, строительство флота, который должен был идти по рекам и по дону, например, да, идея была, что это будет борьба с турками. И он сам даже участвовал в похоронах святителей и говорил, что с горечью, что не осталось у меня такого святого старца. Вот у него прекрасные отношения были потом с архиепископом Феофаном Прокоповичем. И сначала он надеялся и на других, например, на Стефана Егорского, потом он разочаровался, на Дмитрия Ростовского. Тут тоже Дмитрий не всем восхищался. Так что он был за, если они поддерживали его энергичную политику государственных реформ. Ну, видите, так-то оно само собой разумеется, но вот то, что святители русские и святители, вся русская православная церковь такова, православная церковь, в отличие от раскольников, страдали от него, страдали от его политики, страдали от его самоправства, от его жестокостей, в том числе и от его богохуйства, кощутства. Это объективный факт. Но в отличие от его предшественника, от которого страдала вся Россия в виду Иоанна Грозного, и даже в отличие от его последовательницы, императрицы Екатерины, мы не видим реального сопротивления церкви политики царя Петра. Это существенное соображение. И Митрофан Воронежский, святитель, который был негодованием по поводу каких-то, ну, прямо скажем, малозначительных эпизодов, там, статуи какую-то он поставил. не малозначительных, это могло создать соблазн идолослужения. трудно себе представить, что эти люди были образованы уже в те годы. Сегодня у нас, пожалуй, в Третьяковской галерее, где угодно. Он сам писал, Петр, что он Нептунуса очень чтит и так далее, потому что Нептунус, то есть Нептун, победитель годной стихии. Это же для православного государя негодное дело. Но ясно, что негодное дело. Тут никаких спор на эту тему нет. Важно, что эта негодность у выдающихся, у святых людей, таким был святитель Митрофан Воронежский, вызывала неприязнь конкретную, точечную, можно сказать, сегодняшним языком, но в целом они чтили его как православного государя, а не как тирана, узурпатора или антихриста. Ведь его раскольники, так называемые старобрядцы, реально считали его антихристом. А церковь никогда ни при обстоятельствах подобных вот подобное отношение к нему не выдвигала. В отличие, еще говорят, суперпросвещенный и, в общем говоря, ведший Россию к процветанию императрицы Екатерины, о чем мы можем с вами еще поговорим. Вот так. Так что все непросто. Все есть вот это вот его мы начали с пьяннейших соборов, пьянство, алкоголь, ясно совершенно скрипит. Сегодня в 21 веке мы продолжаем весь голос рвать из-за пьянства. Но там было и кощунство, там еще хуже было. Это все стихия, которые явно противоречат просто Христу, а любому доброму, здравому, как бы мы сегодня сказали, любым здравым, общечеловеческим ценностям. И в то же время Россия это принимала как нитифакт. Может быть, в следующий раз, в следующем нашем выпуске мы обсудим эту уже геополитическую или политическую сторону его правы. Всего доброго!